Ислава, здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши эфиры, и с нами на связи Виталий Портников, которого мы очень рады видеть. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Виталий, я вчера за долгое время впервые послушала Путина, и он рассказал, что он ведет войну, которая нацелена на сохранение субъектности России. И вот в тот момент, когда он это сказал, я вдруг задумалась о том, что впервые субъектность России поставлена под вопрос самим Путиным, вот так вот, демонстративно и открыто. Вот еще совсем недавно он претендовал на то, что он будет властителем мира и будет там иметь один просто полюс, один из таких центральных полюсов мира будет, который будет управлять какими-то странами близлежащими, сейчас сам ставит вопрос о сохранении своей субъектности. Вот вы как-то это могли бы прокомментировать, это для вас о чем-то говорит или не факт? Я думаю, что Путин рассматривает субъектность России в собственных идеологических параметрах. И речь идет о исторических, если хотите, представлениях Путина о России. Потому что для Путина Россия это историческая Россия, он не раз об этом говорит. Субъектность России заключается в том, что должны быть возвращены территории исторической России. То есть, если говорить с точки зрения границ, это Российская Федерация в границах 1922 года. И те страны, которые на этот момент были оккупированы большевистской Россией и инкорпорированы в Советский Союз. Украина, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Армения. То есть, это он намекает о том, что он будет восстанавливать державу? Страны Центральной Азии, как вы помните, тогда были частью Российской Федерации. То есть, это Советский Союз без трех балтийских стран. Латвия, Литвы, Эстония. И я думаю, что Путин бы их тоже с удовольствием присобачил к своим государствам. Но только это территория НАТО и Евросоюза. И там нужно идти куда на большие риски в случае оккупации. Ну, вы сами видите, что Путин в последнее время принимает целый ряд попыток для того, чтобы этот Советский Союз состоялся. Спецоперации в Беларуси после восстания 2020 года. По сути, оккупация Беларуси и лишение ее субъектности – это то, что уже произошло. Спецоперация в Казахстане с введением войска ДКБ. Я не очень сейчас до конца понимаю, насколько управляем режим в Астане, потому что он пытается, по крайней мере, во время конфликта в Украине, демонстрировать некую внешнеполитическую самостоятельность. Но, тем не менее, я вполне допускаю, что идея Путина и других российских руководителей о создании наднациональных руководящих органов Евразийского экономического союза, общего парламента, правительства и так далее, она близка к реализации. То есть, что Казымжамарту Такаеву будет труднее сопротивляться этой идее, чем Назарбаеву. Опять-таки, я могу ошибаться, потому что, может быть, неверная ставка сделана кадровая Путиным. Тут могут быть самые разные обстоятельства, сразу вам скажу. Но факт остается фактом. Это тоже была вот такая вот операция по принуждению к интеграции, если хотите. Ну и сейчас третья операция по принуждению к интеграции куда более широкомасштабная. Операция по принуждению к интеграции Украины. Эта операция готовилась с 2014 года, когда стало ясно, что более мягкий план этой интеграции с приведением к власти в Украине пророссийского руководства потерпел крах. Ну и тогда было принято решение не искушать судьбу и не пытаться опять победить в Украине политическим путем, потому что все политические победы и в 1994 году, и в 2004 году, псевдопобеда Януковича, и в 2010 году. Все эти три победы были в результате нивелированы самим украинским народом. Ну и таким образом никакой другой возможности восстановить историческую Россию, кроме как оккупировать Украину с помощью военной силы, у Путина не остается. Тут все очень просто. Вообще это абсолютно четкая, понятная логика. И я поражаюсь людям, которые видят в ней сумасшествие. Они просто не хотят посмотреть на эту ситуацию глазами Владимира Путина. Вчера он, собственно, все это сказал. Есть историческая Россия. Есть территории исторической России, которые, по сути, оккупированы американцами и Западом. Так называемые Украины. Так называемые страны Кавказа. Есть страны Центральной Азии, которые находятся между Россией и Западом, но все еще очень близки к России. Пока не поздно, как говорится. И каждый из этих стран должен быть свой ключик по-доброму. Ну вот в случае с Белоруссией мы видим какой-то ключ. В случае с Казахстаном мы уже видели войска ОДКБ. В случае с Азербайджанами и Арменией, ну вот уже российские миротворцы на территории Нагорного Карабаха. То есть, если понадобится какой-то повод для жесткого давления на власти в Баку, можно будет организовать провокацию, например, с гибелью части этих миротворцев, как Южная Осетия. Ну и вопрос будет решен. Тут мы будем опять сказать, вмешается Турция, не вмешается Турция. Ну может быть, знаете, может быть, азербайджане думают, что вмешается, а потом окажется, что Турция готова вмешаться примерно как Соединенные Штаты в украинский кризис. Вооружать азербайджанскую армию, но не вступать самой в прямое столкновение с Москвой. Ну и так далее. Грузии тоже понятно, какой ключик может быть в любой момент найден. Грузию можно обвинить в том, что она там устроила провокацию на границе с Абхазией, которая связана с Россией соглашением о военной помощи. Ну и оккупировать. Что касается там Республики Молдова, ну тоже понятно, после того, как российская армия захватывает Одессу, она выходит на границы с Приднестровьем. Потом Приднестровье там тоже может обвинить Молдову в том, что она там нарушает безопасность этой прекрасной республики. Ну и российские войска уже в Кишиневе. Все с точки зрения карт Генерального штаба и предложений Федеральной службы безопасности и службы внешней разведки России все очень гладко и все решается путем простых, я бы сказал, дипломатических и военных шагов. Но есть еще и народы, к сожалению, Путина, да. Вот сейчас мы это видим. Есть украинский народ, который просто не хочет становиться опять, скажем так, крепостным в этой сумасшедшей империи. Больше ничего не происходит. Просто, условно говоря, аналитические расклады Путина и планы операции Генерального штаба просто сталкиваются с народным сопротивлением. Все говорят, что мы переживаем эпический момент, что такого не было в истории. Это просто у нас с вами в жизни этого не было. Для нас с вами это эпический момент. А вообще такие фрагменты в истории были десятки, если не сотни раз. Со многими народами, которых империи хотели вернуть в свое Лоно в полной уверенности, что эти земли принадлежат им по праву. И что не жителям этих земель решать, где им быть. Ну, что тут нового? Новое это для 21 века. Мы прекрасно видим, что в 21 веке немногое изменилось для целого ряда стран. Виталий, означает ли это, что вот здесь сейчас в Украине в этой войне решается будущее всего постсоветского пространства? И правы там разные эксперты из Грузии и Азербайджана, которые говорят, что это критически важно, чтобы Украина сейчас выиграла. Вот из того, что вы сейчас говорите. Совершенно верно. В этой войне решается будущее постсоветского пространства. Потому что для российского политического руководства, я еще раз это подчеркну, никакого постсоветского пространства не существует. Для российского политического руководства. С 90-х годов Содружество независимого государства является переходной формой. От рыхлой, так сказать, межгосударственной организации до нового государства со столицей в Москве. Идея была очень проста. Провести реформы на территории Российской Федерации экономически. Создать сильную, самодостаточную государство. При этом не содействовать таким реформам в других бывших советских республиках и даже мешать им. Посадить их на энергетическую иглу и на экономическую иглу по-разному. Кто-то, как Украина и Беларусь, зависят от энергоносителей. Кто-то, как страны Центральной Азии, от мигрантов, которые работают на российских стройках. Кто-то зависит от конфликтов территориальных, которые созданы самой же Российской Федерацией, как Грузия и Молдова. И потом, задействуя каждый из этих рычагов, демонтировать государственность этих республик. Возможно, демонтировать так, как это, кстати, уже говорил Владимир Путин, чтобы не было никаких в дальнейшем возможностей выхода этих республик из состава общего государства. То есть исправить ошибку Ленина, как он говорит. И как, кстати говоря, Владимир Жириновский говорил с начала 90-х годов. Вспомните, это звучало с начала 90-х годов. Ликвидировать российские республики. Считалось сумасшествием просто. Нет, это не было сумасшествием. Жириновский агент КГБ. И человек, который ходил по кабинетам БОНС Федеральной службы безопасности России, всегда. И он просто озвучивал то, что им нравилось, то, что они считали правильным. Это их политическая программа. Кстати говоря, как ровно то же самое можно сказать о Лукашенко. Все всегда поражались, как в 1994 году Лукашенко, рядовой депутат Белорусского парламента, победил самого премьер-министра Белоруссии Кебича. Которого поддерживали и Ельцин, и Чернобыльдин, и все российское руководство. Просто потому, что Ельцин, и Чернобыльдин, и все российское руководство были ничто по сравнению с возможностями бывших советских, а теперь уже и российских спецслужб. А Лукашенко работал с этими спецслужбами. И его программа интеграции Белоруссии в, по сути, объединение с Россией была программой этих спецслужб. И когда Лукашенко видел себя будущим наследником Ельцина, это не было сумасшествие со стороны Лукашенко. Это было то, что ему обещали. Потому что считали, что он человек, который способен воплотить в жизнь эту программу. Просто потом нашли лучшего кандидата. Виталий, знаете, мы с вами говорили, когда война только началась. И вот сейчас 20 дней война длится. И очевидно, что то, что Путин называет «все идет по плану», на самом деле выглядит так, что что-то пошло не так. И в этом смысле вот все, о чем вы сейчас говорили, о том, как блистательно там себе российский штаб генеральный рисует, как они вообще всех победят, насколько сегодня изменилась ситуация, насколько наша героическая борьба эти 20 дней в корне меняет вообще все эти планы, о которых вы сейчас говорили, которые, повторюсь, рисует себе российский штаб. Нет, ничего не изменилось. Есть просто два простых выхода из ситуации для Путин. И он просто, я думаю, выбирает между ними. Выход номер один – это продолжать войну на истощение Украины, окружать украинские города, устраивать для населения, по сути, геноцид, не давать возможности людям выезжать, не давать возможности поставлять туда продукты, деморализовать украинское общество, пытаться продвинуться дальше или окопаться, чтобы украинцев заставить участвовать в войне сирийского образца, надеясь, что за ближайшие 6-8 месяцев в такой войне украинская экономика просто рухнет. И в стране начнется хаос, потому что она потеряет управляемость. Это один вариант, который может рассматриваться, но это сложный вариант и для самой Российской Федерации, потому что порядок, что и в самой России будут происходить естественные экономические и политические изменения. Хотя Путин может считать, что у России запас прочности больше, он, тем не менее, тоже, так сказать, исчерпаем. Ну и второй вариант, который тоже вполне может быть сейчас на столе у президента России, это договориться с Украиной на любых условно приемливых для России условиях, то есть нейтралитет, какое-нибудь там признание русского языка, я не знаю, какие они там еще безумные идеи выдвигают, даже не хочется это обсуждать, признание Крыма или не признание Крыма, или начало переговорного процесса по Крыму, неважно. Можно зафиксировать какие-то моменты, которые, с одной стороны, позволят российским вооруженным силам выйти с той территории Украины, которая оккупирована после 24 февраля 2022 года, а с другой стороны, позволят ослабить западные санкции против России, но в ответ на это соглашение. Ну и тогда можно будет подготовиться к новой войне против Украины, которая начнется в ближайшие полтора-два года, после того, как будут учтены ошибки предыдущей войны. Можно маленькое уточнение? Маленькое уточнение. Просто будет рассмотрено, будет искаться поезд слабых мест и так далее и тому подобное. Будет, кстати, найден механизм меньшей коррумпированности действий, потому что мы понимаем, что многие поражения России связаны с тотальной коррумпированностью и армии, и спецслужб. Когда миллиарды тратились на агентуру, которой, кстати, не было, на мертвые души тратились деньги. Ну вот все это будет как бы пересмотрено, и через полтора-два года Путин нападет на Украину уже, так сказать, с четким пониманием, что нужно обеспечить выполнимость этой операции в течение 48 часов. Это уже будет массированная операция, массированные налеты, уничтожение складов тех вооруженных сил, которые еще останутся, деморализация населения. При этом мы понимаем, что напряженность будет поддерживаться все это время, чтобы не дать возможности населению вернуться к родные места. То есть украинцы будут продолжать уезжать из страны, населения будет меньше, таким образом человеческих жертв будет меньше, ну и тогда через два года Украина будет окончательно оккупирована и пересоединена к Российской Федерации. Я вам говорю о плане. Вот есть простой выбор. Либо война сегодня, либо война завтра. Если вам интересно, что они вообще рассматривают. С точки зрения Путина. Да, с точки зрения Путина. А вот с нашей точки зрения. Вот как, исходя из точки зрения, там, я не знаю, того, что сейчас происходит, что Украина защищается, что мы успешно держим фронт, что фронт стабилизировался, что мы переходим местами в контрнаступление. Это же тоже не такая простая история. Мы видим, что происходит с Российской Армией. Да, вот интересно, как тут это совмещать. Я хочу, чтобы вы теперь вот это совместили. Это очень сложный пазл. Понимаете, в чем дело? Опять-таки, тут всегда вопрос в том, что в войне вообще очень трудно что-либо прогнозировать. Совершенно очевидно, что украинская армия мотивирована на защиту своей территории, что украинское население совершенно не хочет жить в стране Путина. Это все понятно. Вопрос в том, сколько времени мы можем позволить себе активную фазу боевых действий. Не только с точки зрения возможностей армии и вооружений, а с точки зрения ситуации с населением в городах, которые Россия старается блокировать. То есть, что будет происходить, это тоже важно понять, когда в стране начнется цепь гуманитарных катастроф. Это же тоже важно, правда? Ну, конечно, важно. Это момент, о котором тоже нужно задумываться уже сегодня. Каким образом нам не дать нашим соотечественникам умереть с голоду? В Мариуполе, допустим, или в Чернигове, допустим. Если русские будут фактически делать ставку на эту голодную смерть. Понимаете? Это очень важный фактор в такой войне. Второй фактор. Еще то, что я, то, что украинские вооруженные силы эффективно отражают удар, это никак не противоречит тому, что я говорил в первой части о российских планах. Да, это может подвигнуть Путина принять второй вариант. Быстрее договориться с Украиной, чтобы сохранить какую-то часть своих вооруженных сил, выйти отсюда и готовиться к новой войне. Чем более эффективны будут вооруженные силы Украины сегодня, и чем более скорым будет перемирие в этой войне, тем более скорым будет новая война завтра. Вот и все, что я могу сказать. Я пытаюсь все время выступить с одной формулой. Какой? Которой должна быть понятна каждому, кто хочет жить в Украине и хочет, чтобы Украина была независимым и суверенным государством. Эти два государства, Украина и путинская Россия, на политической карте мира несовместимы. Ключ к успехам путинской России – это исчезновение Украины. Кстати говоря, я об этом говорил вам, мне кажется, Людмила, годами, когда мы обсуждали вопрос возвращения Крыма. Помните? Да. И когда обсуждался вопрос, а вот как Россия вернет Крым? А вот как она будет реагировать на те или иные шаги международного сообщества? А вот что делать? Это же тупик всегда говорили. А я говорил, конечно, тупик с точки зрения международного права. Но есть одно очень простое решение проблемы. Если хотите. Если нет Украины, нет проблемы Крыма. Путин может рассматривать именно так. Нет, не дождутся. Как рассматривает Путин, такое дело. Нет, мы сейчас сами обсуждаем Путина. Ну да, Путина. Это правильно. Виталий, вот давайте немножко вернемся к теме, что если Путин сейчас договорится, это же совершенно не означает, что Запад снимет санкции, давайте честно говорить. Ведь санкции, если посмотреть на историю санкций, то они если вводятся, то их потом десятилетиями же никто не снимает. И я, честно говоря, очень сомневаюсь. Путина в том случае, если ослабление санкций не будет частью договоренности. Мы же не знаем, как будет выглядеть в результате договоренности. А может ли сейчас себе западные страны и западный мир позволить себе ослабить эти санкции после всего, что случилось? Ведь сейчас слишком много... Ведь Запад вначале мы помним, да? Что там, два дня захватить Киев, и мы с вами еще говорили, когда война только началась. Да, и мы помним, как штурм тут был Киева, и как люди просто вначале в панике уезжали. Сейчас другая ситуация. И то, что вот вчера Запад публично дает это оружие. Понятно, что не дали там то ПВО, которое мы хотели, но все равно, да, мы получили там деньги. Означает ли это, что Запад тоже делает ставку на Украину? Вот это вот тоже важный момент. Конечно. Запад хочет, чтобы путинская Россия была Украиной побеждена. Безусловно. Но если Запад, если Украина договаривается с Россией, то мы входим в другую архитектуру международных отношений. Когда начинается поиск, так сказать, деэскалации отношений между Россией и Западом тоже. Может быть, не начинается. Мне вообще кажется, что сам Путин не очень заинтересован в такой деэскалации, потому что он ведь за эти три недели превратил Россию в Северную Корею. Ведь Россия практически с точки зрения права, вообще внутреннего, превратилась в Таллинский Советский Союз. 15 лет за то, что войну называют войной просто так. Это же такое безумие, да? То есть, даже в Советском Союзе можно было называть войну освободительной, и тогда о ней говорить, да? Никто не требовал от советских людей, чтобы они назвали войну в Корее спецоперацией. Требовали, чтобы они поддерживали эту войну. Но Путин же превратился в Россию в некое Орловское такое произведение. Война – это мир. Сахар – это соль. Понимаете? Понимаете? Когда мы бомбим роддом, мы спасаем людей. Это так говорят россияне, да. Да, это все всерьез говорится. То есть, это чистой воды Орл. И возникает такой вопрос. Опять-таки, каждый день эти гайки завинчиваются, закручиваются. И я не уверен, что Путин заинтересован в развинчивании гаек. Я, понимаете, я в отличие от очень многих людей, которые вообще комментируют Путина, говорят о его сумасшествии, неадекватности и так далее. Я вообще никогда не считал, что Путин сумасшедший и неадекватный. И сейчас не считаю, кстати говоря. И все равно вы считаете, да? Нет, не считаю. Я просто никогда не считал, что он гениальный и выдающийся политик. Я считаю, что он совершенно случайный человек, которого вытащили из колоды, потому что должен был быть какой-то человек, который одновременно устраивал бы на тот момент чекистов и семью Ельцина, которая была заинтересована только в одном. В сохранении своих денег, по нынешним временам не очень больших. И в том, чтобы были гарантированы авуары сохранения денег олигархов, которые эту семью поддержали во время вторых выборов Ельцина. Все. У них были, понимаете, не политический, а совершенно мещанский интерес. Поэтому любой человек, который выглядел политиком из этой же колоды чекистской, Евгений Примаков, Сергей Степашин, человек со способностью принимать серьезные политические решения, компетентный, для них был неприемлем. Они вытащили худшее из худшего, понимаете? И просто посадили его на кресло президента Российской Федерации. Вот мы время от времени, с точки зрения компетентности, сравниваем Владимира Путина и Владимира Зеленского. Что вот они вот, неожиданно, не занимаясь никогда серьезной политической деятельностью, оба стали президентами своих стран. Но есть же большое отличие. Владимир Зеленский до своего избрания президентом Украины был известным актером. У него была там труппа. Его знала вся Украина и не только Украина. Правда? Он выдвинул свою кандидатуру на честных выборах и победил на них. Кому-то этот результат может нравиться, кому-то не нравится, но это честные выборы. Человек, скажем так, всем известный, побеждает на выборах. А теперь посмотрите на Путина в 2000 году. Хуй из мистер Путин. Когда его назначили премьер-министром России, никто не знал, кто это такой. У него за плечами не было никакой политической карьеры, никаких политических взглядов, никакого опыта. Все, что у него было, что он там служил в КГБ, а потом его просто пристроили, если хотите, соглядатаем к мэру Петербурга Анатолию Собчаку. Вот этой самой организации. Чего Собчак тоже не мог не понимать. Собственно, кто эти люди, которые рядом с ним находятся. Тут тоже не надо никаких иллюзий и аллюзий. И потом он вот путем всех этих, так сказать, нехитрых кадровых перестановок и того, что он там демонстрировал всяческую лояльность, когда он был рядовым кремлевским чиновником. Потому что, знаете, начальник управления администрации президента России это не хахти какая в высокая должность. Вы знаете многих начальников управления сейчас у Путина? Вообще, конечно. Ну вот именно. Вот он стал продвигаться, продвигаться, потому что, опять-таки, вот это так выглядело тогда политическая ситуация. В конце концов, продвинулся до президента. И не имея не то что опыта, а не имея вообще политического, как это сказать, багажа необходимого для политика. И победил ни на каких, ни на честных выборах, а на выборах организованных, да. Где фактически у него не было конкурентов, потому что ведь элита же в выборах политической России не участвовала. Это же не то, что Путин там сражался с Евгением Примаковым и победил на выборах. Нет, он был единый кандидат от номенклатур. Вот и все. И можно всегда говорить, ну, конечно, за 22 года он научился вот серьезным стратегическим годам. Он вот так думает там серьезно. Но почему нужно научиться? Как можно научиться тому, чего не умеешь? Если ты вот, в принципе, не обладаешь этими талантами. Но есть человек, который не обладает актерским талантом. Его можно, конечно, поставить в кадр и в лучший фильм. Понимаете? И потом даже 25 раз во все фильмы включать. Кстати, так было с женами многих известных режиссеров. Они же их снимали в 30 фильмах. И можно подумать, что это самая жена. Или ладно, чтобы не быть, как это сказать, некорректным человеком. Это самая жена или этот самый любовник. Можно подумать, что они к 30 фильму лучше играли. Как играли, так и играли. Понимаете? Если человек великий актер или великая актриса, так они играют потом лучше. А если человек бездарный, то он всегда играет плохо. Этому нельзя научиться. Талант не это. Нельзя купить даже ценой Брата, даже ценой Ельцина. Так вот, я об этом и говорю. Теперь посмотрите, Путин действует всегда прямо линейно. У него есть какие-то идеи в голове, у него и его окружение. Если у него не получается их добиться простыми средствами, он организовывает спецоперацию. Ну вот сейчас же, по сути, произошло то же самое. Бездарная спецоперация. Это же Путин прав по-своему, когда требует, чтобы не называли войну войной. Я могу объяснить почему. Он не планировал никакой войны. Он запланировал спецоперацию, которая должна была закончиться в течение 72 часов. А началась война. Он хочет, чтобы никто этого не замечал. Потому что, когда кто-то говорит, идет война, это означает его политическое поражение. Сам факт войны. Даже победоносной. Потому что он войну не планировал. Победоносной для России имеется в виду. Победоносной для России. Да, даже победоносной для России. Условно говоря, вот Россия через месяц победила Украину. Путин так хочет, да? Или через два. Означает ли это, что Путин победил? Нет, для него не означает. Потому что это спецоперация. Спецоперация не может быть длительной. Это должен быть быстрый, успешный план. Поэтому не называйте это войной. Вот эта спецоперация длиной в военное количество лет. В Сирии же нет войны. Там спецоперация. Нигде нет войн. У чекистов не бывает войн. Они войны не ведут. Если бы Путин был главой государства в 1941 году, тоже была бы спецоперация. Вот и все. Виталий, вот вчера интересная произошла история, когда впервые Путин публично... Во-первых, он сам теперь постоянно комментирует, что происходит в Украине. Это вот интересный нюанс. Не там ни Шойгу, ни кто-то еще, а вот он. Это первое. Вот интересно, как бы вы это прокомментировали. И второе. Впервые он вчера заговорил о пятой колонии. И заговорил о тех, кому там западный стиль жизни нравится, что вот они нам больше не друзья. Вот как вы думаете, вы же вот знали и знаете, наверное, Россию все-таки, да, изнутри. Вот может ли это привести вот к так называемому, там, я не знаю, ГКЧП или к какому-нибудь форосу, как это было с Горбачевым, да, когда вот аккуратно там закрыли, изолировали и потом стали принимать какие-то решения? Потому что, ну, каждый вот, наверное, теперь, кто там, я не знаю, что там, имел там виллы, заводы, пароходы и, что, я не знаю, там, детей, которые там в Европе и так далее, теперь, наверное, они все автоматически подпадают под тех, кто нам не друг. Путин говорит о России и об Украине, потому что для него Украина это вопрос, как мы уже с вами в начале нашего разговора отмечали, вопрос выживания самого российского государства в тех границах, каких он себе его придумал. При этом он сам обсуждает эту историю, для него это вопрос даже не политического выживания России, для него это вопрос его политического выживания. Потому что ему не нужна Россия в границах Российской Федерации. Он воспринимает ее как обрубок. Он не хочет быть президентом обрубка. Он хочет завершить свою политическую карьеру главой целостной России. Целостной. Целостная Россия, она от Ужгорода до Ашхабада, как я вам уже говорил. Это Россия и есть. Для него. Для него, да. Да. Поэтому он все это комментирует, потому что это сейчас важнейшее дело его жизни. Второй момент. Путин все время придумывает себе реальность. Причем придумывает ее не с 2014 года, а с, я думаю, с 1985. Это очень опасно, если еще с 1995, конечно. Вы никогда не общались с офицерами КГБ? Нет. Вот скажите, вот реально. Никогда? Нет. Ну тогда померьте человеку, который с ними общался много. Эти люди всегда придумывают себе реальность. В их реальности вообще нету, как вам объяснить, таких вещей, как чести, достоинства других людей. В этой реальности нет никакой воли человека. Эта реальность делится на офицеров и агентов. Я всегда слышал эту формулу годами. Нету такого человека, который не согласился бы быть завербованным. Я всегда смотрел, говорю, ну вот я же не соглашаюсь быть завербованным. Я же не участвую во всех этих, это, ваших безумных комбинациях. Ну иди подыши. Я это все хорошо помню. И, кстати, это же были люди, откуда они взялись в моей жизни, которые просто работали в журналистике. Я же не ходил на Лубянку, просто люди, с которыми я начинал свою работу в журналистике в конце 80-х и в начале 90-х годов, оказывались потом генералами ФСБ, ну тогда КГБ. Оказывались. Ну потом, когда можно было снять личину, да. И поэтому это я не то чтобы там ходил на какие-то приемы. Это люди, с которыми я чуть ли не в одних кабинетах сидел. Поэтому я эту психологию знаю великолепно. Это один момент. Второй момент, из чего это все истекает. Вот Путин считал, что украинцы встретят русских солдат цветами в Киеве, потому что это русскоязычный город. Ему и так рассказал Медведчук, еще кто-то там рассказал, генерал Беседа, не знаю. Он так думал. И то, что они ему рассказывали, оно сопрягалось с его представлением о реальности. Понимаете? Ну а теперь это не произошло, он бесится. Но он точно так же считал, что все россияне поймут, какое великое дело он делает. И когда люди, к тому же успешные, которым в его понимании он все дал. Сохранить деньги, приумножить их, заработать новые миллиарды, телевизионные эфиры, все дал. Царь-благодетель Владимир Владимирович. А они хватают чемодан с тем, что там еще напихано. Бегут на самолет, летят хоть в Бангкок, хоть едут поездом в Хельсинки, куда-то прочь, как от чумы. Его это, конечно, очень обижает. Он обижается, потому что так не должно было быть. А должно было быть, что Алла Пугачева, Галкин, Ургант, я не знаю, там, Жанна Агалакова, кто-то там еще, неважно кто. Они должны были дружными рядами его поддержать. А вот все эти либеральные радиостанции в день, когда началась война, ведь они же должны сплотиться вокруг вождя. Так как это в Украине, кстати, происходит. Понимаете, когда народ сплотился весь в отражении российской агрессии. Называют оккупантами, извините меня, от Тягнебока до Добкина. И от Кашулинского до Вилкала. Вот он так хотел в России. Он не понимает, что эти люди просто считают войну захватнической. А не отечественной, как, по сути, является для нас. Для нас война отечественная, это война защиты отечества. А для него эта война захватническая. Ведь никто же, извините меня, в гитлеровском рейхе не называл же войну Советским Союзом отечественной. Война не за отечество, а за жизненное пространство. Вот и все. И он этого не понимает искренне, потому что для него, в его сознании, это война за освобождение русского отечества. Понимаете? Вот мы освобождаем сейчас Харьков, Киев, Чернигов, великие русские города. Скоро они будут наши, скоро там не будет этого бандеровского флага, этих всех западных подстилок. И в этот момент, в главный момент для русского народа, все эти люди, которым русский народ кормил их, поил, давал из себя грабить и так далее, они от него отворачиваются. Сволочи, национал-предатели. Надо восстановить смертную казнь. Надо каждому послать Петру Прибаширова с новичком. И будут посылать, и будут убивать. Всех предателей. Уверяю вас. Почему вы думаете, что они остановятся? Сталин же за Троцким охотился до конца. Бегал за ним с ледорубом до 1940 года. Почему вы думаете, что Путин чем-то отличается? А все потому, что вот такова картина мира. И это искренняя картина мира. Поймите, у него нет другой. Хорошо. Но его же окружение это наверняка понимает и понимает, чем им это грозит. Вот поэтому еще раз спрашиваю, возможно ли ГКЧП? Да, вот я хочу спросить. Теперь поговорим об окружении. Да. О людях, которые могли бы думать о своих интересах в окружении Путина, можно было говорить примерно до 2004-2005 года. Ого! Путин был тогда, после своего прихода к власти, окружен людьми, которые представляли не его интересы, а интересы семьи Ельцина и других группировок. Премьер-министр Михаил Касьянов, глава администрации президента Александр Волошин, другие тогдашние высокопоставленные чиновники не были людьми Путина. Путин воспользовался конфликтом вокруг ЮКОСа для того, чтобы сменить этих людей на абсолютно лояльную серую посредственность из своего ближнего круга и из спецслужб. Всем было очень интересно, кто же станет преемником Михаила Касьянова на посту главы российского правительства. А вы помните, кто стал? Нет. Вот вы сейчас... Нет, уже забыла совсем. Ну, Касьянова вы помните? Касьянова, конечно, помню. Помните. А кто был следующим премьер-министром России? Не помню. Нет, я не помню этого. И никто не помнит. Это был Фротков, а потом был Зубков. Вообще, да. Эти как-то... Нет, вот фамилии, ну, что они были, уже забыл совсем. Если вы считаете, что Фротков или Зубков, условно говоря, это условно ГКЧП, то вы ошибаетесь. Теперь путем естественного отбора. За эти два десятилетия, особенно после возвращения Путина в президентский кабинет, на третий срок, которое не было предопределено, потому что допускали возможность ротации режима по китайскому образцу, что Медведев может быть два срока президентом, понятно, да? И там будет дальше какое-то вот такое развитие, как меняются руководители Коммунистической партии Китая. Каждые там восемь лет. Вот будет Путин в восемь лет, потом Медведев в восемь лет, потом следующего такого найдут. И вот так режим будет балансировать. Выбор был сделан в пользу диктатуры. После возвращения Путина на третий срок. Естественным образом, все те люди, которые окружают Путина ближним кругом, Ковальчук, его близкий друг, которого считают серым кардиналом Путина, Патрушев, Портников, Шайбин, не знаю там, вот именно из этого ближнего круга, они в принципе ничего сами по себе без Путина не значат. Понимаете? И я не уверен, что они сами понимают последствия для себя каких-то тех процессов, которые будут происходить в России вследствие ее нападения на Украину. Но вы видели Медведева на заседании Совета Безопасности, да? Ну вот это их уровень политического анализа. Забудут, смирятся, сами приползут. Видели Патрушева, Бортникова, Нарышкина? Понимаете, с точки зрения спецслужб и Патрушева и Нарышкина, безусловно, люди квалифицированы, и Бортникова. С точки зрения политического анализа и всего остального, это дремучие, дремучие абсолютно люди советские на уровне образования какого-нибудь института Андропова и высшей школы КГБ, которые верят в шаманов, которые верят в звездочетов. Понимаете? И сам Путин такой же. Ну, я допускаю, что какие-то, я бы сказал, более масштабные представления о жизни могут быть у Шойгу только потому, что у Шойгу больше политический опыт. Он там с 89-го года уже разворовывает эту страну. Но он всегда был тоже не самой, я бы сказал, выдающейся фигурой даже в ельцинские времена. Такой типа министр чрезвычайных ситуаций, который все время там бегает и тушит пожары. Это весь его уровень компетенции. Ну, ведь инстинкт самосохранения. Ведь у них есть, вот я думаю, у них-то вот это должно быть. И вот связывают ли они свое собственное сохранение, я не знаю, жизни, собственности, безопасности своих родных с Путиным или не факт? Я думаю, что инстинкт самосохранения, он очень простой, он формулируется в формуле Володина. Не будет Путина, не будет России. Если не будет Путина, их не будет. Их России не будет, и они рухнут. Поэтому им нужно делать все, чтобы длить правление Путина столько, сколько это будет возможно. Я не уверен. Понимаете, опять-таки, мы очень часто экстраполируем всю эту историю на смерть Сталина. Ну, во-первых, Сталин умер, его никто не сверг, да? Во-вторых, нужно понимать, что при всем кошмаре отбора партийного руководства, происходившего при Сталине, да, в всех этих массовых репрессиях, уничтожении членов Политбюро, членов ЦК, всего всей элиты массировано. Тем не менее, люди, которые находились в руководстве партии на момент смерти Сталина, в массе своей были опытными партийными работниками, понимаете? С большим, огромным стажем. И многие из них не были обязаны карьеры исключительно Сталину. Они появились на высоких должностях в партийном руководстве. Так, Молотов, например, или Каганович. Или Ворошилов. Рядом с Сталином, или некоторые даже до Сталина, понимаете? Молотов был секретарем ЦК партии до того, как Сталин сосредоточил всю власть в своих руках. И поэтому у них был номенклатурный опыт. Они могли себе представить, как они будут существовать без Сталина. Ну, то есть, Молотов мог себе легко представить, что Сталин умирает, и он возвращается на должность главы правительства. То есть, для него не было в этом ничего несуразного и неестественного. Да, он соратник Сталина, но он может точно так же руководить страной. Как Дэн Сиапин может руководить страной после Мао Цзэдуна. А я вот не уверен, что в голове Патрушева или Шойгу вот такие мысли есть. Удержатся, что они удержатся, понимаете? Что есть такая вертикаль, которая позволит им удержаться. То есть, они могут так считать, я не знаю, или не считать. Я не очень хочу разобраться и разбираться сейчас в этих мотивах. Но я просто хочу сказать, что это куда более ничтожное по отбору руководства, чем даже большевистское. Виталий, тогда вот вы уже сказали, что у Путина есть два варианта развития событий с точки зрения Путина. Но если совместить, вот то, как видит Путин ситуацию, какие у него есть возможности, что происходит сейчас в Украине, совместить там позицию Запада, как вы для себя рисуете возможные сценарии вот на ближайшее время? Будет ли это война долгой с вашей точки зрения? Я понимаю, что вы не оракул, но просто по анализу, да? Нельзя, Людмила. Вот я все время пытаюсь объяснить всем, кто требует от меня анализа и говорит, как, ты же все раньше так хорошо вот говорил, что будет, оно все произошло, теперь расскажи, как будет дальше. Ну, а что поделаешь? Вот так уже теперь. Я пытаюсь объяснить. Политическая аналитика заканчивается в момент войны, понимаете? Ну, не вся. 22 июня, как говорится, ровно в 4 часа политическая аналитика заканчивается. Начинается война. Война – вещь непредсказуемая. Ну, война – это что же политическая? Война – это что же политическая? 22 февраля, 24 февраля 2022 года аналитика закончилась. Я, по-моему, вам когда-то рассказывал, не знаю, в эфире или не в эфире, что я когда-то был глубоко потрясен, когда я читал дневники одного польского публициста из «Круга культуры Ежи Гидройца», я сейчас даже не вспомню его фамилию, который писал дневники свои в оккупированной Франции. Вот ровно когда началась оккупация Франции, он начал эти дневники писать. Молодой человек, ему было лет 19-20. И вот он 22 июня 1941 года делает такую запись. Ну вот Гитлер напал на Россию, или там на Советский Союз, не помню, как это было сформулировано. Ну, теперь уже понятно, что война через 4 года завершится. 19-летний мальчик это увидел. В то время как все аналитики, условно говоря, мои коллеги, скажем так, того времени, они этого не видели. Они не могли это предсказать до конца. Потому что в такой ситуации можно предсказывать только тенденцию. Тенденция мне понятна. А нам нет. Мы хотим знать, что вам понятно. Если говорить о тенденциях. Тенденция, она следующая. Российское государство вступило в период своей дефрагментации. Потому что экономическую войну со всем миром современная Россия не выиграет. Причем я вообще не уверен, что Китайская Народная Республика заинтересована в ее победе в этой войне. Она не заинтересована в ее поражении. Но она, очевидно, заинтересована в ее крайнем ослаблении. Чтобы территория, на которой будет находиться Россия, или новые государства, которые будут на этой территории, они точно были в сфере влияния Китайской Народной Республики. Я вам могу сказать честно, что сейчас решается в украинской войне. Что? В украинской войне решается только одно. Где будет проходить граница Запада и начинаться граница влияния Китая. Россия вообще не участник в этой войне. Она думает, что она что-то там участвует. И какой-то вот Путин там рассказывает сам себе сказки о том, что будущее России уже предопределено. То есть решается сейчас. А я вам скажу, что будущее России, оно уже предопределено. Нет больше никакой России. Он подписал ей политический приговор. Вопрос исключительно в том, какие территории будут сохранены или отвоеваны. Вот те территории, которые будут сохранены или отвоеваны, дойдет ли Россия до Ужгорода? Или она сосредоточится в Курске и Брянске? Или появятся новые государства на территории Российской Федерации? Вот это вот все будет, если хотите, геополитический Китай. Все. История Европейской России, которая была начата, по сути, с присоединением земель украинских во время Переяславской Рады и продолжена поверхностными реформами Петра Алексеевича Романова Владимиром Владимировичем Путиным, завершена. Как говорится, до свидания, наш ласковый Мишка. Возвращайся в свою сказочную степь. Ничего трагического в этом нет. Россия до Переяслава и не была европейской страной. Единственное, что удалось создать, это, я бы сказал, такой поверхностный слой европейской культуры, который принадлежит, вне всякого сомнения, всему человечеству, потому что питается соками общей европейской культуры, то, что мы называем Прокофьев, Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Толстой, Достоевский. Чехов. Это все культура добрее человечности, которую, как вы видите, сам русский народ не разделяет. У него другие ценности, скажем так, чтобы его не обижать, более государственнические. И поэтому, как говорится, его дорога ведет в Пекин. Ничего в этом, опять-таки, зазорного нет. И мы, кстати, с моими китайскими коллегами это не раз обсуждали в прошлом, когда встречались и в Киеве, и в других столицах. Разговаривал с представителями Центрального комитета Коммунистической партии Китай, Китайской академии наук. И я всегда их спрашивал, а вы можете объяснить, почему русские так обижаются, когда мы говорим о России, как об азиатском государстве, хотя и две трети ее территории находятся в Азии. И суть ее бытовой культуры и политической культуры это азиатская, а не европейская культура. И они, наверное, мы тоже удивляемся. Но рано или поздно, говорили мне мои китайские собеседники, они признают этот неоспоримый факт, как вы его видите, господин Портаков, и как мы его видим. Но русские его не видят, но увидят, куда они денутся. Так что тут есть полный консенсус. Вот столько территорий, сколько мы сможем защитить, столько будет Европой. Столько территорий, сколько мы не можем защитить, столько будет Азией. Да, еще произойдет совершенно конкретное, как вы понимаете, языковое разделение. Вот сейчас мы с вами беседуем на русском языке. И подразумеваю, что это один из языков европейской культуры. Я вас уверяю, что скоро мы перестанем на нем беседовать вовсе. Не с кем будет беседовать. Будем разговаривать украинскую мову. От Ужгорода до кордонов государственных Украины. Сподеваюсь, что они будут в Донецке и Луганской областях и в Крыму. Сподеваюсь. И дальше будет начинаться зона русского и китайского языков. А если уж быть честными, то, скорее всего, зона китайского языка. Потому что русские дети будут в своих школах учить китайский язык с первого класса. Им некуда будет деваться. Не английским же им учить. Им нужно будет как-то свою жизнь строить. Те, кто сейчас убегут из России, они останутся европейцами. Те, кто там останется, станут азиатами. Опять-таки, это же не то, что я пытаюсь сказать. Я вообще не считаю, что быть азиатом хуже, чем европейцем. Я сам, по сути, не могу назвать себя европейцем этнически. Да, конечно, я европейский еврей. Но тем не менее, евреи это ближневосточный народ. Поэтому я не хотел бы, чтобы в моих словах усматривали какой-то попытки разделить людей на первый и второй сорт. Я четко могу сказать, что я не считаю, что я сам европеец. Я просто хочу, чтобы мы поняли, как будет делиться цивилизация. Вот так она будет. Вот это и есть та тенденция, которую мы видим сейчас. И, кстати говоря, я хочу русскому народу сказать, что пусть он скажет, если его не устраивает такая цивилизационная судьба, пусть он скажет Владимиру Владимировичу Путину большое такое огромное человеческое спасибо. Потому что ничего он уже не исправит, этот русский народ. Ничего не удастся исправить. То есть он может даже добиться краха этого режима, впоследствии создания там демократической страны. Только это будет не такая демократическая страна, как Франция и Германия, а такая, как Южная Корея, в лучшем случае, дай бог, как говорится русским, стать такой страной, как Южная Корея. Вот это такой момент. Следующий момент, который очень важен. Победа России над Украиной невозможна. Все, что сейчас происходит, это просто, понимаете, демонстрация их полного идиотизма и отсутствие политической логики. Потому что победить страну можно только в том случае, если там есть достаточное количество населения, готовое принять эту победу. Ну, мы прекрасно всегда знали, что Рейх не может победить в Европе по той простой причине, что да, можно было военной силой все это оккупировать, но люди, которые жили в европейских странах, они не хотели, чтобы там был Рейх. Это рано или поздно бы сломалось, даже в случае, если, предположим, там была бы одержана какая-то военная победа. Тут тем более, извините меня, вообще это даже не Рейх с точки зрения военной машины и машины подавления и всех этих силовых структур. Но я хочу сказать, что все-таки при всем сатанизме Генриха Гиммлера, но он был более эффективен и менее коррумпирован, чем Патрушев, Шойгу и Бортников. Ну, что тут говорить? Ну, это же видно. Там хотя бы идеология какая-то была в головах. Тут даже и этого нет. Вообще непонятно, зачем они все это делают, как говорится. Кроме удовольствия от преступлений. Ну, хорошо. Значит, таким образом, любые военные победы, они ни к чему не приводят. А их тоже сейчас особо нет. Представим себе, что вот как я вам говорил, что они будут считать, что они через год или через полтора лучше подготовятся. И что? Что от этого украинцы, у которых они разбомбили уже несколько городов, убили сотни людей, они что будут просто... Ой, прекрасно, наконец-то вы пришли. Конечно, под их ногами в любом случае будет гореть земля. Они обречены на поражение. Вот я помню, когда-то над аэропортом Шереметьево, когда въезжаешь, по-моему, да, в Шереметьево, выезжаешь из Шереметьево, там был такой чудесный баннер. Поздравляем Россию с победами. Расклицательный знак. С какими там было не написано. Ну, подразумевается... Ну, победы. Вот я хочу сообщить, что победы окончились. Невозможно побеждить, ну, скажем так, в спортивных состязаниях, потому что вас на них не берут. Ну, вы не участвуете в спортивных состязаниях. Невозможно победить в войнах, потому что война это не просто закидать всех бомбами и ракетами, а это осуществлять эффективное руководство оккупированной территории. У вас таких шансов нет, потому что вас там ненавидят. Ну, вот. Потому что ей можно разбавить нефть высокого качества. Какое выдающееся национальное достижение. Вообще нужно было, конечно, столетиями строить империю, чтобы в результате столетия этого строительства оказаться просто низкокачественной бензоколонкой. Ой, у нас такая чудесная нефть, очень плохая, но без такой плохой нефти дорогой является хорошая. Ой, вот это все, что можно написать, так сказать, на цивилизационной могиле российского государства. Ну, отлично, что у вас нефть плохая, газ плохой, продукты плохие, самолеты вы не умеете делать без комплектующих, власть у вас неэффективная, деятели культуры у вас в массе своей идиоты, потому что не понимают, что нужно спасать национальную репутацию. Я не имею в виду тех, кто выступил против войны, но в массе это свои же, видите, как те люди себя ведут в массе своей. Ну, то есть, вы, вот, был в Советском Союзе знак качества на товары, вот на Российскую Федерацию явно его уже не поставишь, никогда, никогда, все кончилось. Да это тоже тенденция. Вот потом, конечно, эти военные преступления, которые совершаются на наших глазах, и которые в моей голове не укладываются, потому что это идиотизм, идиотизм, я не понимаю даже, вот вы говорите, аналитик. Я не понимаю, как аналитик. Зачем уничтожать в Мариуполе Харьков, если вы хотите их присоединить? Русскоязычные города, насекомые. Да, да, русскоязычные города. Ну, опять-таки, опять-таки, мы должны помнить, они это всегда делали. Ну, тоже, мы просто оказались по другую сторону добра и зла. Когда мы были по ту сторону со злом, мы просто этого не хотели замечать. Вот когда они освобождали советские города в 44-м году? Можно узнать, кто разбомбил город Минск. Что, немцы, что ли? 90% Минска, оно же исчезло от советских бомбардировок. То есть, советские войска бомбили эти города точно так же, как их бомбила авиация Гитлера. Все уничтожали сами. И, кстати говоря, под этими руинами гибло мирное население, которое им было совершенно неинтересно. По той простой причине, что раз ты остался под оккупацией, а мы сами не могли тебя вывести в эвакуацию, а ты там остался, но ты все равно виноват. Мы тебя разбомбим. А те, кто не разбомбим, тех пошлем в Сибирь. Вы не помните, как это было? Они что, сами не взорвали пол Киева, что ли? Сами! И мы почему-то, понимаете, привыкли оправдывать эти очевидные преступления тем количеством жертв, которые мы понесли во Второй мировой войне. А эта армия уже совершала преступления. Просто она тогда была армией, которая защищала собственную страну. Что не мешало ей эту страну уничтожать на пару с Гитлером. Или то, что мы вообще всегда не очень хотели замечать. Когда мы сейчас говорим о зверствах. Как эти русские солдаты, они приходят на украинскую землю, они зверствуют. А что Красная Армия не зверствовала, когда перешла через границы Советского Союза в Европу? Она же зверствовала на всем своем пути. И всегда объяснялось, что она там зверствовала в Германии. Вот они насиловали этих женщин и девочек. Потом их убивали, потом их сжигали. Это были массовые преступления, массовые. Потому что немцы убивали их родных, зверствовали на территории Советского Союза. Что неоспоримо. Но только мы уверены, что ответ на зверства это массовое изнасилование, убийство и так далее. И, кстати говоря, когда эти зверства происходили на территории стран, через которые проходила эта армия. И которые были жертвами гитлеризма. Польша, например, это чем объяснялось? А тем, что мы всегда-всегда закрывали глаза на эту. Всегда. Мы закрывали глаза, что Советский Союз начал финскую войну с бомбардировки Хельсинки. Точно так же, как он начал украинскую войну сейчас с Россией. С бомбардировки Киева. Вот они объявили, что Финляндия обстреляла какой-то их город приграничный. Так же, как они сейчас говорят, что мы обстреляли Донбасс. И все уже знают, что никакого обстрела не было. И в Хельсинки раздались взрывы. Как в Киеве раздались взрывы. 2,4 февраля 1922 года. Разница только в том, что в Советскому Союзу, который был такой же страшной машиной для уничтожения людей внутри и вовне себя, повезло, что он оказался по ту сторону добра вместе со странами-союзниками. Из-за вероломного, как говорит товарищ Сталин, нападения Гитлера. Просто повезло. Если бы Сталин объединился бы с Гитлером, а не с союзниками, была бы совсем другая картина мира. Но он объединился с союзниками. И слава богу, потому что удалось победить гитлеризм. Но сталинизм-то, который по сути является дублем гитлеризма, остался не побежден. А вот сейчас просто не произошло такой ситуации. Понимаете, не существует большего зла. Путин сам оказался большим злом. Он делает все то, что делал Советский Союз или Россия на протяжении всей своей позорной истории. От уничтожения Рязани, извините, московским княжествами Великого Новгорода, московским царством. От вырезанного Батурина, Петром Первым. От геноцида населения Крыма, где там 70% крымских тар было просто изгнано с родной земли. Екатериной Второй. Вся история Российской империи это история перманентного геноцида. Больше в истории этой Российской империи с политической точки зрения ничего не происходило. Потом это все переместилось в Советский Союз, в Голодоморы, в ГУЛАГ. И теперь перешло наконец Владимир Владимирович Путин, у которого еще есть и баллистический ракет. Как говорится, поздравляем Россию с победами. Но все это время в истории рядом с московским княжеством, российским царством, империей, Советским Союзом было еще какое-то зло, понимаете? Очевидное, пугающее всех зло. Разное. Оно было разное. Оно могло даже быть не злом, но восприниматься как зло. Большинством стран мира, да? Ну то есть гитлеровская Германия была абсолютным злом, это не надо объяснять. А наполеоновская Франция абсолютным злом не была, но была государством-агрессором, которая хотела подчинить себе Европу. И всегда поэтому приходилось с Россией объединяться, чтобы как-то добиться избавления от этого зла. А кого там насилуют русские солдаты, казаки в Париже или советские солдаты в Берлине? Ну перетерпим. Перетерпим. Закроем глаза. Зато зла нет. Наполеон на Эльбе или на Святой Елене и Гитлер застрелился в бункере. Спасибо императору, спасибо генералиссимус. А сейчас просто неудачное время. Вот если было бы какое-то еще такого же масштаба зло, Путин мог бы и Украину захватить. Запад бы на это закрыл глаза ради избавления от этого зла. Точно так же, как он закрывал глаза на то, что Сталин после Второй мировой войны сохранил за собой контроль за Латвию, Литвой и Эстонией. Который был получен в результате договоренности с Гитлером. С Гитлером, с Гитлером. И еще зону влияния во всей Центральной Европе себе устроил. Ну что делать? Надо же платить за уничтожение гитлеризма чужими судьбами, чужими. Американцы, англичане и французы расплатились Сталином. Латвии, Литвой, Эстонией, Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией, Румынией, Болгарией. Я никого не забыл? Восточной Германии. Вот они ему напихали это в пасть, чтобы он успокоился. Он не успокоился, устроил Корейскую войну. Думал, что он сбросил атомную бомбу на Америку в конце концов, но умер. Но Сталин всегда живой, как видите. Вот, сидит в Кремле, вращает глазами, рассказывает о том, что решается будущее России. Просто теперь уже без акцента, так сказать. Сталин иногда было трудно понять, когда он говорил Путина, понять легко. На чистом русском языке разговаривать. Ну вот и все. Виталий, спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли для нас время. Просто очень хотелось понимать, вот как вы видите то, что происходит, эту динамику. Спасибо большое. Я могу только сказать вам, Людмила, самое главное. Я не сомневаюсь в геополитической победе украинской государственности. Украинский народ еще раз продемонстрировал самое важное для меня. Своё желание и право жить в свободной независимой стране. Я всегда знал, что украинский народ этого хочет вне зависимости от тех политических, региональных отличий, культурных отличий, которые естественным образом существуют в нашей стране, как и в любой другой европейской стране. Просто за это придется побороться. Но будущее оно на нашей стороне, а не на стороне Российской Федерации. Российская Федерация, звезда Российской Федерации цивилизационная в эти дни закатилась. А звезда Украины, она восходит на европейском небе. Виталий, спасибо огромное. Были очень рады. Спасибо большое.